Всё началось с отпуска. В стремлении избежать большого будущего на Великих Равнинах, Артур Ховицер-младший объединил отдельные статьи о зарубежье во французский вестник. Еженедельные издания с обзором мировой политики, искусство, высокого и не очень, и заметками для широкой публики. Не считаешь, что это уж совсем блекло? Нет, отнюдь. Обычные люди. В этом их очарование. Он собрал лучших журналистов-экспатриантов своего времени. Бернсон, Сезерак, Кременс, Ройбакрайт. Это были его люди. Ты сделай, чтобы казалось, что это нарочно так написано. Сегодня в центре внимания нашей лекции мистер Мозес Розенталлер. Бесспорно ярчайший из художников того бунтарского поколения. Симона Нагаев в тюрьме на досуге. Я покупаю. Я не продам. Вы продадите. Не продам. Продадите. Не продам. Продадите. Сказал нет. Да. В общем, картина наделала шума. Вчерашние дети разрушили тысячелетний диктат республики за каких-то десять дней. Чего они хотят? Свободы. И точка. Я голый, миссис Кременс. Не заметила. Лейтенант Нескафьер лучший представитель кулинарного течения полицейская стряпня. Ароматы кухни наводили дурман, который был жестоко развеян. Спешу сообщить, что мы похитили вашего сына. Заткнись там. Послание председателя. Срочно в печать. Ты уволен. Как это? Только давай без слез. КОНЕЦ.